Ну что, пироги котятовичи, всем привет, на связи Илья Хистракторович, и сегодня у нас Великие Реформы Александра Второго. Ну и если говорить человеческим простым языком, отмена крепостного права и всё, что последовало после неё. Я предлагаю, в общем-то, с неё тогда и начать, ну и сразу спойлер, если вдруг кто-то изучает историю только по моим видео и ещё не знает, что было. Друзья, в конце этой серии народовольцы убьют Александра Второго. Я надеюсь, что вы не сильно пострадали от этого спойлера, но Российская империя, конечно, от этого пострадала. Итак, отмена крепостного права. Мы с вами говорили, что ещё с Екатерины Второй начинается процесс разложения вот этой самой феодальной крепостнической системы. Ну и никто, ни Павел Первый, ни Александр Первый, ни Николай Первый не смогли крепостное право отменить. А Александр Второй смог. Так вот, друзья, ещё при Николае Первом начинают работу секретные комитеты. И при Александре Втором, чуть было не сказал Первым, начинают работу последний, десятый секретный комитет 1857 года. Как вы понимаете, десятый секретный комитет, он, в общем-то, был уже, наверное, ни для кого не секретным. Поэтому в письме губернатору Назимову Александр Второй сформулировал задачи, чтобы каждая губерния, губернский комитет предоставила свои идеи по тому, каким образом должно быть реализована отмена крепостного права, потому что страна большая, ну и, соответственно, нужно собрать мнение со всех уголков страны. И вот таким образом секретный комитет, он был преобразован в главный комитет в 1858 году. И обсуждение реформы, в общем-то, уже перешло из секретного поля в общегосударственное. Ну, а также нужно сказать про учреждения редакционных комиссий. Редакционные комиссии – это орган, который должен был, в общем-то, и целом составлять проект крестьянской реформы. И здесь очень любопытно, потому что изначально предполагалось создание двух комиссий, но в итоге была создана одна, но название осталось. То есть, ну, так бывает, видите, когда вы изучаете историю России, вы понимаете, что не все как бы идеально, да? Так что редакционные комиссии 59-го года, но на деле одна – комиссия. Ну и 19 февраля 1861 года в итоге был принят этот самый манифест положения крестьяна, вышедших из крепостной зависимости. Вот его основные положения. Крестьяне получали свободу и дом, приусадебный участок надел за выкуп. Размер на дело должен был быть не больше установленной нормы. Так появились отрезки и через полосица. Что это значит? Во-первых, дворяне фактически могли сами выбрать, какие участки земли они заберут себе, а какие отдадут крестьянам. Кроме того, по разным территориям посчитали, сколько должно войти, собственно, в норму крестьянина, крестьянского земельного владения. Ну и если вдруг его участок земли был больше, то от него отрезали куски. Опять же, какие? Ну, самые лучшие кусочки земли, которые решат дворяне отрезать. Подписание уставной грамоты. В общем, крестьяне вместе с помещиком должны были подписать уставную грамоту, которая должна была зафиксировать их договоренность о выкупе земли. Ну и контролем за подписанием уставной грамоты занимался мировой посредник. Соответственно, манифест Александра Второго, в общем-то, повелевал следующее. Составить, поверить, утвердить к каждому сельскому обществу. То есть, к общине есть помещик и община, а не просто отдельный крестьянин. Или имению, если не получалось договориться с общиной, такую уставную грамоту, в которой будет посчитано на основании положения этой земли в регионе, в губернии, сколько нужно кому этой земли отдать. Эти грамоты постепенно приводить в исполнение, постепенно их утверждать, но до того срока, как они будут подписаны, крестьяне должны повиноваться помещику в прежнем виде. Ну, то есть, жить так же, как они жили. Собственно, уставную грамоту должен был составить помещик, потому что, ну, что взять с необразованных крестьян, а если в течение года помещик ее не составлял, то эта обязанность переходила к мировому посреднику. Ну, а мировые посредники – это тоже потомственные дворяне-помещики. Как вы понимаете, в зависимости от того, насколько хорошими были отношения у крестьян с дворянами, ну, с помещиками фактически, в общем, крестьяне либо допускались, либо не допускались к составлению данной уставной грамоты. Ну, и поэтому процедура была примерно такая. Помещик составлял текст уставной грамоты, определял размеры земли, затем мировой посредник должен был эту грамоту зачитать крестьянам. Крестьяне должны были согласиться или не согласиться. Ну, например, начать бухтеть, что как это так, это шо ж мы будем теперь с голоду туда помирать и, вот. Ну, и, соответственно, в усиление мировому посреднику были чиновники полиции, а также землемеры, которые должны были эту территорию измерить. В общем и целом, так это все приводилось в жизнь. Ну, а пока крестьяне не начали выкуп земли, они переводились на временно обязанное состояние и должны были сохранять свои повинности в пользу помещикам. Крестьяне платили выкупные платежи, причем выкупные платежи считались под сложной формуле. Высчитывалось, сколько, в общем, этот оброк крестьян в пользу помещика может стоить. На это налагался процент, 6%, ну, и, соответственно, высчитывалась сумма, которую нужно выплатить помещикам. Опять же, смотрите, 20% выкупа лежало на крестьянине, 80% лежало на государстве. И, в общем-то, мы должны с вами понимать, что в этой реформе, конечно, государство пыталось всеми силами сохранить состояние помещиков, да, потому что кто получал деньги сразу? Помещик. Кто переводился на кредит почти в 50 лет под 6% годовых? Крестьяне. То есть, получается, что государство делало все возможное, чтобы помещик получил деньги сразу, а потом в течение 50 лет ввело расчеты, собственно, с крестьянами. Так что вот эти самые выкупные платежи, они, конечно, были так организованы, чтобы помещики получили все, что возможно по максимуму. И то, кстати говоря, это не защитило их от обнищания. При этом земля находилась в собственности общины, а не конкретного человека. Крестьянин не мог отказаться от надела и покинуть общину в течение 9 лет. Это чтобы не произошла такая ситуация, когда крестьянин скажет, ой, я подумал, мне эта земля нафиг не нужна, поэтому пока я ухожу, никакие бабки никому платить не буду. Ну, это было бы невыгодно, да, естественно. Поэтому в течение 9 лет крестьянин должен был находиться в общине, ну и, соответственно, не мог отказаться от земельного надела. Ну, а в общине круговая порука. Это значит, что, конечно, там были плюсы, потому что если вдруг у кого-то горела хата, ему всей толпой эту хату строили заново. Если вдруг кто-то проштратился, то всей общиной этот штраф платили. Ну, а если у тебя крестьянин хочет выйти из общины, то тебе невыгодно, и поэтому ты будешь делать все возможное, чтобы он в общине оставался. Если он дельный, если он может приносить общине пользу. Вот. Ну, мы будем потом говорить про Столыпина, что Столыпин как раз-таки пытался эту общину разрушить, потому что наиболее капиталистые крестьяне, которые понимали, как делать дела, они общиной ограничивались. Вот. Но об этом еще поговорим. Соответственно, вот так было отменено крепостное право. Крепостное право было отменено в пользу помещиков. В государстве возникло огромное количество лично свободных людей, которые ранее были крепостными. Вот. И это повлекло за собой ряд реформ. В частности, земскую реформу. Соответственно, возникли земства. Что такое земство? Земство – это органы местного самоуправления, которые занимались как раз-таки местными вопросами. Вот в земскую реформу во многом, да, легли наработки реформы государственной деревни Киселева, которые были при еще Николае I. Суть заключалась в следующем. У нас возникло огромное количество людей, которые раньше были зависимы, а теперь они лично свободны. Теперь мы не можем ими командовать. Теперь они должны как-то командовать сами собой. Но надо сделать так, чтобы они, командуя, сами собой ничего еще не поломали, да. Ну, соответственно, бунты не устроили и так далее. Поэтому, поэтому возникли земства. При этом выборы в земство проходили по трем куриям. Естественно, только мужчины. Ну, и в выборах в земство был очень высокий имущественный ценз. Для чего? Для того, чтобы всякая беднота в земство не попала и не начала творить всякое непотребство. Соответственно, в земство входили частные землевладельцы, городские избиратели и сельские общества. Ну, и из-за непрямых выборов, конечно, главную роль в земствах играли, в общем-то, крупные частные владельцы земли, а не бедные крестьяне. Это было изначально сконструировано таким образом, чтобы беднота не могла захватить в земствах власть. Кроме того, было запрещено земствам взаимодействовать друг с другом, чтобы они не могли объединяться, ну, и устроить какую-нибудь там революцию. Что входило в функции земств? Во-первых, строительство местных путей сообщения, сооружение и содержание школ, больниц, приютов, снабжение территорией продовольствием, развитие местной торговли и промышленности. И очень важно, что у них не было политических функций. То есть, было сделано все возможное, чтобы земства не стали очагом либеральной мысли и очагом революции. Но, так или иначе, земства все-таки очагом либеральной мысли все-таки станут чуть-чуть попозже. С земской реформой разобрались. Теперь пойдемте по хронологии дальше. И дальше у нас тут какая реформа? Судебная. Почему? Потому что, опять же, огромное количество свободных людей появилось в Российской империи. И поэтому судебная реформа 1864 года вообще, в принципе, считается одной из самых продвинутых реформ Александра Второго. Она считается реформой, которая, в принципе, опередила время. Ну, и, конечно же, очень многие положения этой реформы так и не были задействованы на полную катушку. Во-первых, те сословность суда, гласность суда, независимость судей, мировые суды, суды присяжных заседателей. То есть, по сути, судебная реформа 1864 года определила архитектуру судебной системы, которую мы видим даже прямо сейчас. Но нужно здесь сказать следующие вещи, что при всей идее судебной реформы 1864 года, так или иначе, все равно сохранились специальные суды. Были крестьянские волосные суды, были специальные суды для духовенства, были военные суды. То есть, при всем при том, что мы объявляем все сословный суд, у нас все равно сохраняется отдельный суд для крестьян. А почему? Ну, потому что общество так быстро не меняется, как мы принимаем реформу. Кроме того, одним из параметров суда по судебной реформе 1864 года была состязательность. Поэтому в Российской империи появились присяжные поверенные. А это адвокаты. Вот. И еще раз скажу, что вот эта реформа, кстати, одна из, наверное, тех реформ, которая больше всего пострадает от контрреформ Александра Третьего. Потому что вот это все, что вы сейчас видите перед собой, было слишком прогрессивно для Российской империи того времени. Так что с судебной реформой коротко обсудили, поняли, в чем там был смысл. Давайте поговорим про реформу городскую. А потом перейдем уже к реформам в духовной сфере и военным реформам. Итак, городская реформа 1870 года. Смотрите, какие здесь основные вещи нужно проговорить. Во-первых, идея была ровно такая же, как у земской реформы. Нужно было внедрить органы местного самоуправления в городское управление. Нужно было дать возможность выбирать гласных, то есть представителей из разных социальных групп. Вот, пожалуйста, выборы в городские думы проходили по трем куриям. Избирательное право было у городских налогоплательщиков. Но, как вы понимаете, здесь сохранялся, в общем-то, тот же самый принцип, который был вшит в земскую реформу. Право голоса давалось исключительно людям, у которых был какой-то достаток, которым было что терять, которые, ну, на этом уровне могли бы принимать решения о налогах, о сборах и так далее в пользу все-таки существующей власти, в существующей администрации, не пытаясь, в общем, играть на стороне бедняков. Причем, если говорить про, например, критику реформы, то здесь интересно упомянуть, что так как выборы в городскую думу проходили по куриям, да, и из городских налогоплательщиков, то многие городские налогоплательщики, такие как купцы или мещане, у них было избирательное право, но они были не образованы и неграмотны. То есть, они, в общем-то, были социально пассивны, чтобы участвовать в работе этой думы. А, например, какие-нибудь разночинцы, интеллигенты, которые были образованы, их до участия в этих думах просто, ну, не допускали. Вот такой явный парадокс. Ну и, конечно, еще один момент, на который тоже нужно обратить внимание, что если мы говорим про вот эту самую реформу 1870 года, то вот это самое городское самоуправление, органы местного самоуправления, городской голова, городская дума, они все, конечно же, контролировали со стороны губернатора и его администрации. То есть, в общем и целом, конечно же, существовал контроль, и многие решения городской думы или городского главы подлежали утверждению губернатора. Он мог приостановить их действия, он мог их отменить, если считал их противозаконными. Но, тем не менее, есть свидетельства о том, что вот эта реформа, она очень оживила социально-экономическую жизнь общества. Действительно, удалось добиваться многих решений, которые улучшали жизнь людей, там, по строительству водопровода, по введению новых налогов и так далее. То есть, реформа, так или иначе, все равно оказалась замеченной и принесла много полезного в городскую жизнь. Реформу в духовной сфере. Что у нас тут? Во-первых, реформа народного просвещения. Я вам напомню, да, мы уже об этом говорили, но еще разочек пробежимся, что XIX век можно рассматривать как синусоиду вопросов свобод в области народного просвещения. Потому что Александр I, первый этап его правления очень либеральный в области образования, потом в конце правления разгром Казанского университета. Николай I, опять же, много цензуры, уставы, которые ограничивают деятельность университета. Теперь Александр II, новый университетский устав 1863 года. Это автономия университета, причем очень широкая. На территории университетов, в общем-то, не забредала даже полиция. Университеты были таким государством в государстве. Это действительно сделало университеты центром либеральной мысли. Ну и ничего хорошего, кстати, не принесли. Ну, в общем-то, императору точно. Также были выработаны положения о начальных народных училищах 1864 года. Идея была всесословность начального образования. Появилось разделение на классические гимназии и реальные училища. Разница была в том, что в классических гимназиях изучали те самые классические гуманитарные науки, а в реальных училищах упор делался на технические дисциплины, типа математики. Ну и стали появляться женские гимназии. А также, нужно сказать, что при Александре II начинается высшее образование для женщин. Бестужевские высшие женские курсы, курсы Герье, все это примеры, связанные с высшим образованием в Российской империи для женщин. Так что, можно запомнить это. Ну а также, если говорить про реформу в области сферы духовной, то временные правила печати 1865 года отменяли предварительную цензуру. Но здесь, пожалуйста, не заблуждайтесь. То есть, с одной стороны, конечно, отмена предварительной цензуры – это вещь неплохая. Мол, пиши, что хочешь. А с другой стороны, это не значит, что цензура исчезала. Просто теперь произведения, перед тем, как их напечатать, не прочитывали. Потом только. Если вдруг в них что-то находили, тебя могли по попе, в общем, начитать. То есть, это не значит, что цензура исчезла. Это значит, что исчезла предварительная цензура. Разницу между этими я только что вам объяснил. Так, смотрим дальше. Дальше у нас военные реформы. Соответственно, что было сделано в военной сфере. Ну и вообще-то, да, давайте я вам напомню, что Александр II приходит к власти после того, как Россия, в общем-то, проигрывает Крымскую войну. И изменения, очевидно, становятся налицо. Так что в 1957 году отменяются военные поселения. Создается система военно-учебных заведений для подготовки кадров. Отменяются телесные наказания в армии. Создаются военные округа для лучшего снабжения армии с этого самого военного округа. Важная дата. 1874 год. Отмена, рекрутчины и введение всеобщей воинской повинности. Всеобщая воинская повинность для мужчин с 20 лет. Служили 15 лет в армии и 10 лет на флоте. Ну а также велась политика по перевооружению армии и флота. Появлялся паровой плот и распространялось нарезное оружие. Вот вам военные реформы, которые растянутся с 1957 по 1974 год. Ну что ж, великие реформы Александра Второго. Давайте посмотрим на внешнюю политику. Потому что внешняя политика при Александре Втором была тоже очень-очень обширной. Здесь тоже были русско-турецкие войны. Ну, русско-турецкая война, но не только. Во-первых, были заключены договоры с Японией. Симотский и Петербургский. Очень, кстати, интересно, что с Японией, что с Китаем. Логика, смотрите, по Симотскому договору 1955 года Россия и Япония совместно владели с Сахалином, а затем Курилы были закреплены за Россией. А по Петербургскому договору 1975 года наоборот. Курилы закрепились за Японией, а Россия получила Сахалин. То есть такая ротация произошла. Ну, и такая же история случится с договорами с Китаем. Айгунский договор 1858 года. Граница проведена по реке Амур, и Россия и Китай совместно владеют уссурийским краем. А Пекинский договор 1860 года закрепил уссурийский край за Россию. То есть вот такие вот ротации, которые, в общем-то, можно вот так вот зафиксировать все на видео. И теперь вы можете сделать скриншот, ну, и вставить куда-нибудь себе, куда вы обычно скриншоты себе вставляете. Дальше. Продажа Аляски 1867 год. Не знаю, как охарактеризовать это событие. Все, я думаю, вы знаете, что Аляска была продана, а потом через несколько лет оказалось, что там огромные залежи драгоценных металлов. И, в общем, что дело это было, может быть, и напрасно. Завершение Кавказской войны Аул Гуни в 1959 год и пленение Шамиля. Об этом мы даже уже говорили в прошлом видео, когда обсуждали Николая I. Идем дальше. Присоединение Средней Азии. Давайте вот прям сразу посмотрим на карту, поймем, что такое Средняя Азия. И вот здесь, вот здесь на карте, вот смотрите, я вот прям показываю, видите, Каспийское море. И я думаю, вы понимаете, что это восточное побережье Каспийского моря. Просто, чтобы вам было понятно, где находится эта самая Средняя Азия. И смотрим, что здесь у нас относится к Средней Азии. Бухарский Эмират, Ферганская область. Видим, да? Видим, видим. И вот это все было присоединено к России. Так вот, что здесь мы должны узнать. Во-первых, в 1967 году было образовано туркестанское генерал-губернаторство. Во-вторых, в 1968 году был установлен протекторат над Бухарским Эмиратом. Через пять лет над Хивинским ханством. Ну и в 1975 году присоединили Коканское ханство. Давайте еще раз посмотрим карту и посмотрим, где они. Вот, смотрите. Хивинское ханство зелененький цвет. Вот оно. Бухарский Эмират – фиолетовый цвет. Вот все эти территории постепенно присоединялись к Российской империи. Ну и к концу 19 века вот эта вот лиловая, фиолетовая граница Российской империи очертила вхождение вот этих территорий в состав страны. Важные, кстати говоря, события. Не игнорируйте их. Далее. Отмена статей Парижского мира, друзья. В общем и целом, в 1971 году Горчаков, министр иностранных дел, отправил странам, которые участвовали в Крымской войне, циркулярную ноту с предупреждением о том, что Россия больше не будет следовать, соответственно, условиям Парижского мира, который был заключен после Крымской войны, и из этих условий выходит. Тут же быстренько вот эти ребята собирают Лондонскую конвенцию 1871 года, чтобы обсудить, на каких условиях Россия будет выходить, скажем так, из статей Парижского мира. Ну и это, в общем-то, победа русской дипломатии. Вот почему. С одной стороны, Лондонская конвенция 1871 года запретила России проходить через Босфор и Дарданеллы своими военно-морскими судами. При этом разрешила прохождение через эти проливы судов, которые были дружны Турции. Другими словами, противники России в Крымской войне могли проходить через Босфор и Дарданеллы своим военно-морским флотом. С другой стороны, Россия по Лондонской конвенции 1871 года получила право иметь на Черном море любое количество военных кораблей, которые только захочут. И таким образом, в общем, можно подвести итог, что, конечно, не без оговорок, все-таки Лондонская конвенция 1871 года была выгодна для России. И это, безусловно, победа дипломатии, в том числе победа Горчакова, дипломата, министра иностранных дел, который, в общем, эту самую циркулярную ноту направил, воспользовавшись ситуацией, которая была в Европе на тот момент. Кроме того, видим 1971 год, дальше 1973 год, создание союза трех императоров из Российской империи, Австро-Венгрии и Германии. Это очень ненадежный союз, потому что, в общем и целом, достаточно быстро станет понятно, что у Германии очень агрессивные интересы в Европе, потому что Германия не успела к колониальному разделу мира, потому что долгое время Германия в 19 века была или представляла собой разрозненные территории, разрозненные земли, и только вот благодаря Отто фон Бисмарку Германия объединилась, и такая, оп, у меня колоний нет, потому что мы не успели, мы все это время были не империей, ну и, соответственно, из-за агрессивной политики Германии вот этот самый союз трех императоров, он, в общем-то, распадется. И Россия бросится навстречу, бросившись ей навстречу Франции. Но об этом еще будем говорить. Пока что мы поговорим про русско-турецкую войну 1977-1978 годов. Война, которая показала, что Турция уже все, Турция уже отживает свой бег. Ключевые события этой войны прошли на Балканах. Освобождение Тырново и захват Шибки, здесь запомните, пожалуйста, Гурко. Оборона Шибки, Скобелев, Столетов, Михаил Скобелев, белый генерал, мой любимый генерал, если что. Затем осада плевны и Осман-паша против Скобелева. Считалось, что плевну взять невозможно. Оказалось, что возможно. Для Скобелева все. Ну и дальше движение русских войск. Взятие Байзета, Ордогана, Карса. Это, кстати, на другой стороне, это не в Балканах. Ну и движение вниз, взятие Софии и Адрианополя. Сейчас на карте посмотрим, покажу, почему это важно. Так вот, друзья, давайте посмотрим с вами на карту. И на карте обнаружим плевну. Видим плевну, да, 77-й год. Это очень важное сражение. Было несколько, ну, осада и потом взятие плевны. Было несколько штурмов. Причем было ощущение, что плевну просто невозможно взять. Но не тут-то было. Взять ее удалось и Османы дрогнули. Так вот, дальше идет Шиткинский перевал, Шреново и движение куда? Вот, смотрите. Видите? Прямая буквально линия. Прямая линия. И там у нас Адрианополь. Ну и, соответственно, потом Сан-Стефана и Стамбул. Другими словами, после того, как случилась плевна, Дальше у русских войск дорога была уже напрямую к столице Османской империи. И это вынуждало Осман принимать решение о заключении перемирия. И вот, пожалуйста, вам Сан-Степана. Сан-Степанский мирный договор между Османской империей и Россией. Заключенный буквально в одном переходе, дневном от Стамбула. То есть, еще чуть-чуть и взяли бы, наверное, столицу. Очень важная война. Очень стремительная. Которая, в общем и целом, закончилась максимально успешно для Российской империи. Но с оговорками. Вот, кстати говоря, взятие Софии и Адрианополя. И если вы на карте сейчас здесь не видели Ардаган и Карс, то еще раз посмотрите на карту. Это что такое? Черное море. Это у нас Дунай. Это у нас Балкан. Где находится Карс? Где находится БАЭЗ? Это все территории на востоке Турции. Карс находится рядышком с Грузией и с Арменией. То есть, это другая сторона Черного моря. Получается, что Россия воевала вот и на этом фронте, и на том фронте. Так что на карте будьте готовы увидеть не только действия на Балканах, но и там, рядышком с Кавказом. Каков итог? Во-первых, в феврале 78-го года подписали Сан-Степанский мирный договор. Это контрибуция от Турции. Это присоединение Южной Бессарабии, Батуми, Ардаган, Карс, БАЭЗ к России. Независимость Сербии, Черногории, Румынии. Болгария – это автономное княжество. То есть, максимально успешные итоги этой войны. Но у нас происходит Берлинский конгресс. Принимается Берлинский трактат в июле 78-го года. Сумма контрибуций Турции была уменьшена. БАЭЗ возвратили Турции. Территории Сербии и Черногории урезали. Северная Болгария становилась автономным княжеством, а не вся Болгария. Южная Болгария становилась автономной провинцией в составе Османской империи. Дальше интересно. Австро-Венглия оккупировала Бослию и Герцеговину. Англия оккупировала Кипр. При чём здесь, вы спросите, Англия? При чём здесь, вы спросите, Австро-Венгрия? Вот так работала система международных отношений в XIX веке. Куда же без Англии? Куда же без Австро-Венгрии? Вот такая вот внешняя политика при Александре II. При этом всё равно очень и очень успешная. Потому что территория государства расширяется. Потому что позорные итоги Крымской войны сняты. Фактически. То есть, так или иначе, Россия добивается своих задач во внешней политике. Ну и что у нас тут ещё осталось? Нам нужно поговорить про всеобщую историю. Давайте посмотрим, что у нас тут. У нас тут гражданская война в США. Южные и северные штаты воюют против рабства. У нас тут объединение Италии. У нас тут деятельность Бисмарка во главе Пруссии и Германии. Ну и объединение Германии в том числе. Революция Мэйдзи в Японии. Франко-прусская война. Кстати, очень важная вот для франко-русских, не русских, а русских отношений. Объясню, почему я российских, если хотите. Почему? Потому что после вот этой самой франко-прусской войны 1870-1871 года Франция оказалась униженной. Пруссия пошла дальше реализовывать свои захватнические амбиции. Ну, а Франция оказалась европейским изгоем. И как раз после этой войны Франция будет искать дружбы с Россией. И потом, потом Германия от России начнёт отворачиваться. Будут идти таможенные войны между Германией и Россией. Германия будет сближаться с Австро-Венгрией, а Россия с Францией. Затем на почве конфликта между Англией и Германией к Франции и России присоединится Англия. И вот так вот, начиная с 70-х годов, будет потихонечку формироваться бульон Первой мировой войны. Поняли, да? То есть всё очень-очень отдалённо будет двигаться. Так что для нас вот эта франко-прусская война 1870 года очень важна. Ну и 1871 год, объединение Германии, провозглашение Германской империи. И потом как раз-таки осознание того, что у Германии нифига нет колоний, и Германии эти колонии нужны. Потому что Германия это империя, а не на форточке кататься и не муравьям попки обгрызать. Вот так вот из-за настроения Германии, из-за её агрессивной политики потом будем расхлёбывать Первую мировую войну. Личности. Давайте посмотрим на личностей, которых вам следует знать к экзамену. Великий князь Константин Николаевич, брат Александра Второго, председатель комитета по освобождению крестьян, который разрабатывал манифест об освобождении. И который был один из тех немногих вельмож, кто был действительно за отмену крепостного права. Потому что, в общем-то, и вы даже в текстах экзамена можете встретить, отмена крепостного права не находила поддержки. То есть до сих пор очень многие люди считали, что это очень вредная мера. Яков Ростовцев, основной разработчик крестьянской реформы 1961 года, председатель редакционных комиссий. Ландской, министр внутренних дел во время разработки крестьянской реформы. Константин Победоносцев, разработчик судебной реформы. Анатолий Коний, один из разработчиков судебной реформы. Это всё правоведы, ну вообще Победоносцев мы с вами будем ещё обсуждать. Дядечка очень важный для Российской империи. Про него можно даже фильмы снимать, будут как блокбастеры. Николай Игнатьев, дипломат, подписал Пекинский договор в Китае, Сан-Стефанский договор с Турцией. Александр Горчаков, министр иностранных дел, во время правления Александра II добился отмены статей Парижского мира. Нота Горчакова, мы с вами её обсуждали. Дмитрий Милютин, основной разработчик военной реформы, военный министр. Николай Милютин сыграл важную роль в разработке крестьянской и земской реформ. Михаил Тарелович Ларис Меликов, глава Верховной распорядительной комиссии, министр внутренних дел. Его политику называли диктатурой сердца, потому что он проводил очень жёсткие меры по отношению к революционерам, но при этом был достаточно открыт к людям, которые представляли средства массовой информации и, в общем-то, пытались разобраться с тем, что происходит в стране. Поэтому диктатура, потому что очень жёстко, а сердце, потому что, видите, как душа. Дмитрий Толстой, министр народного просвещения. Иосиф Гурко, генерал-фельмаршал, в русско-турецкой войне 1977-1978 годов овладел Шипкинским перевалом. Дядечка очень мощный, пожалуйста, запомните его. Михаил Черняк, генерал, который, в общем-то, осваивал Туркестан, взял Ташкент и был первым туркестанским генерал-губернатором. Михаил Скобелев, генерал, участник русско-турецкой войны, освободитель Болгарии, участник осады плевны, белый генерал, один из самых выдающихся людей своего времени, который потом погибнет при непонятных обстоятельствах. Будет считаться, что его отравили, потому что набирающий популярность генерал каким-то образом мог угрожать, даже не знаю кому, императорской фамилии вряд ли, но тем не менее. Будет он то ли отравлен, то ли убит, неизвестно. Николай Столетов, генерал, защитник Шипкин, великий князь Николай Николаевич, генерал, участник русско-турецкой войны. Сергей Нечаев, один из первых представителей русского революционного активизма, лидер народной расправы, автор радикального катехизиса революционера, который был повинен в убийстве студента Иванова и умер в заключении. Наверное, эту историю вы слышали. Для того, чтобы укрепить дисциплину своей, соответственно, группировки, он задумал убийство студента, который ему перечил. Ну, а также, думаю, вы в курсе, что впечатленный этой историей Достоевский напишет «Бесы», тоже посвященное убийству. Николай Ишпутин, представитель русских революционеров-заговорщиков, вольнослушатель Московского университета, который создаст организацию АДД и будет ответственен за покушение Каракозова на Александра II в 66 году. Петр Лавров, один из идеологов русского народничества, сторонник пропаганды, интеллигенции среди крестьян для подготовки революции. Причем, смотрите, Лавров, Бакунин, Ткачев, идеологи народничества, но разных направлений. Лавров – это пропаганда. Бакунин, идеолог народничества, сторонник бунтарского направления, считал, что должно возникнуть стихийное крестьянское восстание, ну и наступить анархия. Петр Ткачев, один из идеологов русского народничества, сторонник вооруженного переворота профессиональной группы заговорщиков, поэтому его называют лидером заговорщического направления. Гриневицкий, Желябов, Перовская, Рысаков, Михайлов, Гельфланд, Саблин и Бальчич – это группа из восьми террористов-народников, которые участвовали в подготовке и осуществлении убийства Александра II – 1 марта 1881 года на набережной Екатеринского канала. Их еще называют первомартовцы. После покушения удачного, ну там было много покушений, но после удачного покушения на Александра II народовольцы будут разгромлены, но в общем-то машину вот этого самого террора будет уже не остановить. И об этом мы с вами будем говорить попозже. Ну и последний вопрос на сегодня – это термины. Уф, терминов тут полный список, но давайте пробежимся по ним. Давайте пробежимся по ним, чтобы посмотреть, что нам тут уготовано. Временно обязанные крестьяне. Бывшие крепостные, которые получили свободу согласно манифесту 19 февраля, но пока еще не перешли на выкуп. И время нанесли свои обязанности в пользу помещика. Отработки. Система, при которой крестьяне арендуют землю помещика и платят за аренду не деньгами, а работой. Издольщина или испольщина – это аренда господской земли с условием передачи владельцу какой-то части урожая. Либо, если мы говорим про испольщину, это половина урожая. Через полосица – это расположение земельных участков в перемешку с чужими. Да, то есть одного владельца в перемешку с другими владельцами. И причем важный момент, что этот термин был на ЕГЭ. И этот термин завалил кучу детей. Поэтому, друзья, вот подобного рода термины, которые вызывают неприятный осадочек, что, боже мой, это тоже надо учить. Да, это надо учить. Аграрное перенаселение. Кризисное состояние экономики России. Кризис, который можно охарактеризовать как малоземелье крестьян. То есть очень много людей, но очень мало земли, которые они могут обработать. Круговая порука – это групповая солидарная ответственность. Была свойственна общине крестьян в Российской империи. Сельская буржуазия, середняки, бедняки – это группы, которые были оформлены в деревне после как раз-таки отмены крепостного права. Промышленный переворот – переход от мануфактурного труда к машинному в России с 30-х по 80-х годов. Секретные комитеты – это закрытые органы, которые создавались для разработки крестьянской реформы. Главный комитет – открытый орган, который пришел на смену секретным комитетом и сделал обсуждение проекта реформы отмены крепостного права публичным. Редакционные комиссии – орган, я говорю, что должно было быть две комиссии, возникла одна – орган, который создавался для обработки дворянских проектов крестьянской реформы под руководством как раз-таки Ростовцева. Рескрипт Назимову – это личное письмо императора, которое было отправлено на имя губернатора Виленской, Ковенской, Гродинской губернии Назимову и издан в ответ на обращение литовских помещиков к императору с желанием поучаствовать в разработке крестьянской реформы. Это тоже сегодня уже обсуждали. Уставная грамота – это документ, который должен был зафиксировать взаимоотношения помещика и крестьянина, и который определял размер как раз-таки на дело. Мировой посредник – это чиновник, который должен был уладить отношения между помещиками и крестьян. Отрезки отрезаны от крестьянских наделов земли в пользу помещиков, если их крестьян участки земли были больше, чем нужны по реформе 19 февраля 1961 года. Выкупная операция – это государственная кредитная операция, цель которой – передать землю в собственность крестьян, после которой крестьяне должны были 49 с половиной лет платить вместе с процентами платежи за эту землю. Народная воля – это революционная организация, которая возникла в 1979 году после раскола земли и воли. Народовольцы подготовили покушение на Александра II. Черный передел – народническая организация, которая была создана после раскола земли и воли, считали, что нужно бороться все-таки мирно, а не революционными методами. Вот народовольцы – революционеры. Хождение в народ, массовое хождение радикальной молодежи в деревню с целью создать, в общем, почву для революций, пропагандировать идеи социализма. Причем пропаганда была летучая и оседлая. Первая пропаганда была летучая, когда молодые люди ходили по селам, их вообще никто не понял, их сдавали в полицию, потому что думали, что это умалишенные. А следующая пропаганда была оседлая, когда они поняли, что крестьяне им не доверяют. Для крестьян они какие-то люди из города просто сумасшедшие. И поэтому они селились в этих самых, ну, городках, да, либо в общинах, лечили людей, учили людей, ну и постепенно, типа, пытались сформировать у них ощущение, что необходима революция. Итог, все равно крестьяне не очень понимали, что надо делать и зачем это все надо. Мировой суд, низшее звено судебной системы России, созданное в результате реформы 64-го года. Первомартовцы – это члены народной воли, которые организовали покушение на Александра Второго, как раз-таки мы с вами это обсуждали только что буквально, и были казнены. Желябов, Перовская, Кибальчич, Михайлов, Рысаков. Присяжные заседатели, граждане, которые участвуют в судебном разбирательстве, непрофессиональные юристы, но судьи, да, которые принимают решение о виновности и невиновности лица, выносят свой вердикт. Реальные училища – это среднее неполное учебное заведение, в котором существенная роль отводилась в математике и естественным наукам. Классическая гимназия – это среднее учебное заведение, в котором, наоборот, отводилось большое внимание гуманитарным наукам и преимущественно после них поступали как раз-таки в университет. Ну и шутинцы – это члены революционной организации в Москве 63-го года, которые пытались подготовить крестьянскую революцию. Все это было основано на кружке Ишутина в московском университете. Ну что, вот так вот обсудили, разобрали эпоха интереснейшая. Потом будем с вами говорить про эпоху контрреформ и контрреформ, они будут направлены на переосмысление как раз-таки, да, реформ Александра II, но это будет уже в следующем видео. Вот вам спойлер еще раз, да, убийство Александра II членами организации «Народная воля» на набережной Екатеринского канала. Вот такая вот тема. Значит, реформ было много, реформы жизни страны изменили, но так как общество уже накипело, император был убит. Ну, в общем, сами сделайте выводы, имели они на это право, не имели, и сделали ли они хорошо или плохо. Ну, а к чему это все приведет, мы с вами обсудим в следующем видео, потому что там у нас контрреформы Александра III. Пакет!